Вера Николаевна, что-то беспокоит сейчас после инъекции? Нет, сейчас ничего не беспокоит. То есть после инъекции все нормально, да? Все нормально, да. Каких-то жалоб беспокоит с ней? Жалоб нет, и как-то лучше даже немножко стало видеть. Вере Поповой, жительница Бийска, 64 года. Несколько лет назад в правом глазу у нее появилась черная точка. Тогда женщина и предположить не могла, что так стремительно начнет падать зрение. Центральное она практически потеряла. Вера Николаевна лечилась в местной поликлинике, потом получила квоту в офтальмологический центр Новосибирска. Там женщине впервые ввели препарат в глазное яблоко. И вот на прошлой неделе уже в больнице Алтайского края она получила вторую инъекцию. Бойственно было. Первый раз, когда ехала, боялась, думала, как это все. А теперь уже второй раз, мне уже и не страшно. И сюда, здесь близко, до Барнаула. Препараты, которые препятствуют образованию новых сосудов в стекловидном теле, обычно назначают пациентам с возрастными изменениями в работе глаза, а также при осложнениях у людей, страдающих диабетом. Лекарство вводят в глазное яблоко. Время операции всего пять минут. При этом длительная госпитализация не требуется. Уже на следующий день пациент может возвращаться домой. В этом году мы планируем пролечить порядка 500 человек. То есть с июня месяца эта работа началась достаточно активно. Ну а в последующие годы, думаю, речь пойдет о тысяче инъекций ежегодно. Раньше, чтобы получить подобное лечение, больным приходилось по квоте или за свой счет ездить в федеральные центры, например, в Новосибирск или Москву. Только одна инъекция там стоит более 60 тысяч рублей. В январе 2018 года на базе Краевой больницы был создан медицинский офтальмологический центр. За счет финансирования регионального фонда медицинского страхования удалось увеличить объемы проводимых здесь операций. Получить высокотехнологичную помощь теперь можно по полису. Необходимо лишь направление врача. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.